21 ноября 2019 года в издательском доме аргументы и факты состоялась конференция повышения роли отраслевых и профильных объединений в процессе формирования единого цифрового каталога промышленной продукции, услуг, и его применение в государственном и негосударственном секторах экономики. Проект реализуется в рамках программы развития гражданского общества от способностей человека к эффективной экономике. В наших репортажах мы посмотрим с вами самые интересные выступления на конференции. Водоканалов и теплосетей Московской области шести субъектов Российской Федерации. Помимо этого у меня еще есть деятельность в рамках научно-экспертного совета, перворабочий группы Совета Федерации по энергоэффективности, ресурсному сбережению и законодательству энергетики. Здесь хотелось бы что сказать, вопрос вот такой, заострить. У нас наши все союзы и ассоциации, мы по федеральному закону, у нас полномочия, и всю наша работа регламентируется. Есть статьи в Гражданском кодексе, у нас основной закон, это 7-й федеральный закон по некоммерческим организациям, где у нас прописаны и бюджетные организации, и мы. К сожалению, это вот мы говорим все, но вместе с тем, с чем мы все сталкиваемся, да, прежде всего у нас основная проблема всех ассоциаций, здесь, наверное, мы говорим о том, что иногда бизнес не понимает, для чего мы нужны. Прежде всего все видят, а что вам нужно платить членские взносы, как бы, да, с этого начинается. Коллеги, наверное, мы говорим не только членские взносы. Членские взносы нужны для того, чтобы выполнять просто поставленные задачи или поднимать проблемы, которые существуют в отраслях. Я поэтому, я так представляю, все-таки коммунальный комплекс, а это водоснабжение, водоотведение и водоснабжение, тут не только питьевая вода и горячая вода, здесь же подтягивается у нас и теплоснабжение, то проблем действительно много. Проблем много в части чего, что действительно очень такая слабая проектно-смертная документация. Яркий такой пример, это у нас нацпроект «Экология». К сожалению, субъекты, все, которые вошли в проект, действительно, почти все провалили этот проект и выполнение на уровне 25-30% от суммы финансирования. Все деньги переносятся, кто действительно субъекты выходит с инициативы, переносят на другие периоды. С чем связано? Что действительно проекты в таком, ну не должном качестве сделаны. И вот я хочу сказать, что у нас в нашей отрасли сохранился один проектный институт, которому у нас 80 лет, Мосводоканал не проект. Но вы знаете, я хочу сказать, что работы особо у него нет. У нас профессионалы сидят без работы. Но у нас в рамках 44-го, 10-23-го федерального закона, что остается и является основное, это цена для всех. Качество потом у нас появляется, где на прохождении государственной экспертизы, да, и уже непосредственно, когда мы строим объект, и мы как заказчики, и на раз, ну раз, очень трудно этот объект сдать. Потому что получается, что, да, цена снижения, у нас сразу металл появляется не 6 мм, а 2 мм, у нас агрессивная среда, и у нас опять через 3 года нужно что проводить? Опять реконструкцию и модернизацию. Почему у нас больной вопрос? Отрасли у нас регулируемые, это в основном платежи населения. Вопросов, понятно, что много, претензий много, но давайте исходить из того нашего профессионального сообщества, что есть. У нас здесь представлены руководители ассоциаций, ну не всех, но большую частью производителей продукции. Мы готовы вас поддерживать в части того, что выявление фальсиката. Как нужно работать, готовы собирать на встречи, на сайте размещать, делать рассылку писем. Вот в сфере водоснабжения, водоотведения, поверьте мне, когда мы говорим, и руководители водоканалов говорят, вот не поверите, 60-70% фальсиката. У нас не у всех водоканалов, не у всех ресурсников есть должным образом обученные специалисты. Да, проводят входной контроль, технический контроль, но у нас опять же прогресс идет вперед. Фальсикат бывает, что очень трудно отличить от настоящего. Поэтому здесь вот готовы вас поддерживать, да. Здесь опять же согласна, что у ассоциаций нет никакого рычага влияния ни на органы муниципальной власти, да. То есть мы можем писать письма, мы можем писать обращение там в прокуратуру, в милицию, ну в МВД. Да, нам какие-то, у нас еще есть такие, как письма, обращения министерства. Да, в течение 30 дней нам ответят, но и не всегда у нас ответы, что нас, в общем-то, кто удовлетворяет. Поэтому вот здесь действительно может быть в рамках резолюции, давайте выходить с инициативой, что давайте, с одной стороны, мы будем расширять полномочия, да, в ассоциации, ну, то есть в виде, может быть, действительно выходить с инициативой, чтобы это был федеральный закон об ассоциациях, да, об отраслевых ассоциациях. Но к этим полномочиям, ну, наверное, нужно еще подтягивать финансирование. И если членские вносы будут не за счет прибыли, а входить в состав расходов, давайте мы их как-то регулировать будем, выходить с инициативой, чтобы это... Ну, мы говорим о чем, что у нас любая инициатива, любой эксперт, все понимают, что каждый труд должен быть оплачен. Согласны со мной? Это первое, как бы, да. Вместе с тем, я хочу сказать, что я разговаривала со своими ресурсными организациями, с проектировщиками, со строителями. То, что мы сейчас говорим по вот этому единому электронному каталогу оборудования, это очень хорошее подспорье, по крайней мере, для организации коммунального комплекса. Если мы посмотрим сайт Минпромторга, то у нас нет департамента, да, который занимается оборудованием для коммунального комплекса. Для энергетического комплекса есть, да, для газового, нефтяного, астиного. У нас что получается? У нас продукцию для нас делают абсолютно все. У нас есть здесь и тяжелое машиностроение, есть химическое, да, машиностроение, нефтегазовое. У нас насосы вообще стоят не в воде, то есть для воды. Они стоят у нас в позиции, потому что связано для нефтегазовой отрасли. Но у нас есть своя специфика по воде, а мы говорим, что вода, это тоже, в принципе, относится, вот мы говорим к питанию, что мы говорим, вода и питание, это все-таки здоровье нации. И здесь вот как раз-таки видение того, что если наши производители действительно так вот ведут все в наш вот этот электронный каталог, нам будет очень удобно, во-первых, чем? Мы говорим, что мы видим, какие насосы есть, все технические характеристики. Очень трудно, действительно, вот Москва, Московская область, мы говорим, что это рядом. Но Московская область, если 20 километров от МКАД и 150 километров от МКАД, поверьте мне, что разная подготовка специалистов. Большое было бы действительно под спори. Поэтому мы только поддерживаем этот проект, готовы как со стороны заказчиков работать вместе с вами в части отзывов, сбора отзывов. Потому что у нас есть такое, где действительно у нас есть обязательная сертификация, где добровольная сертификация. Вместе с тем, там есть производители, которые делают очень качественную продукцию. Поэтому вот готовы писать отзывы. И поэтому очень за то, чтобы именно вот эта наша техническая политика, она у нас действительно двигалась вперед. И давайте действительно, если мы через год соберемся и мы говорим, что у нас 80% всей продукции уже из каталоги, это будет, наверное, очень хорошо.